Все мы знаем о том, что в 1941 году Красная Армия во многом сильно уступала нацистским захватчикам и постоянно отступала. Но это не значит, что не было героических сражений, в которых немцы и их союзники терпели поражение. Бойцы и командиры на всех участках фронта проявляли героизм. Было место для подвига как отдельных красноармейцев, так и целых подразделений. Но как быть, если советские люди, совершившие подвиги, погибли или из-за своей скромности просто никому об этом не рассказывали? В советских послевоенных книгах никогда не печатали воспоминания наших врагов. А вот сейчас есть возможность прочитать воспоминания немецких солдат и офицеров, которые описывали храбрость и отвагу советских воинов. Давайте сегодня посмотрим на один из воздушных боев со стороны немецкого летчика-истребителя Германа Графа, который стал первым в мире асом, заявившим к 26 сентября 1942 года о 200 победах в воздушных боях.